Роман Широков не простой ученик, а президент школьного самоуправления. Поступать собирается в Академию ФСБ, поэтому хорошо знает и права, и обязанности. Я считаю, что запретить телефон и носить в школу нельзя, но как-то ужесточить правила можно, ведь многие ученики на уроках играют, допустим, или же на каких-то контрольных работах просто списывают, что, как я считаю, они честны по отношению к другим ученикам. Все по-взрослому. Глава пусть школьного, но все же государства за ограничения и запреты. Ученики чаще против. А президенту может ответить только человек с такой фамилией. Все же важно понимать, что это частная собственность каждого человека, и лучше всего стремиться воспитывать в учениках стремление, ну, самим понимать важность учебы и не использовать телефоны. Если без шуток, то многие ученики, с которыми мы говорили, настроены либерально, и о своих правах знают. Поддерживают их и многие учителя. Оказывается, телефон на уроке может даже помочь. Например, в школах края подписаны договоры с электронными библиотеками, где ученики могут бесплатно читать. Например, есть ряд сетевых программ, которые даже внедряются уже в городе Барнауле. К сожалению, пока на английском языке, но я надеюсь, что будут и русские версии. Когда гаджеты, планшеты, телефоны замыкаются в сети, используются, соответственно, для демонстрации, презентаций, какие-то адресные картинки детям, либо схемы таблицы, которые дети анализируют, либо групповая работа. И все же учеба онлайн, благо, не для всех. Например, в качестве моей статьи, касаемо проверки уже сайтов, исторических сайтов с историческим содержанием, выявлено среди 25 сайтов 4 только относительно тех, которым можно доверять. То есть даже в качестве дополнительной литературы, я считаю, за пределами урока нельзя разрешать пользоваться. Если уж разрешать, то адрес на проверенный сайт. Напомним, министр образования России Ольга Васильева уже высказывалась за запрет телефонов, оставляя право учебным заведениям самостоятельно выбирать условия. А тем временем в одну из бийских школ уже несколько лет действует запрет на мобильный. Сдают телефоны перед уроком и в барнаульской школе, которую родители просили не называть. Но несмотря на то, что и там мнения разделились, замечено, ученики меньше времени проводят в смартфонах. Андрей Дриер, Николай Шилко, Наши новости.